Девушки отдыхают С детства у меня была Кликув Чума. Сергей Чумаков – певец, который начал петь еще с пеленок, а вот музыкальную школу так и не закончил. Его отчислили в 6 лет за плохое поведение, и это не помешало ему стать звездой 90-х. Не обижай, не обижай, жених, девчонку малолетку. Ну неинтересные у меня были эти песни, понимаете. Жили были три еженка там. Я уже пел «Орликина», я уже пел «Соловьи поют, заливаются», я не знаю, все что угодно популярные в то время песни. Победа в проекте «Утренняя звезда» принесла Сергею безумную популярность. Песни юного исполнителя звучали из каждого окна, а дамы не давали проходу. Он гастролировал по стране и записывал альбомы. Тогда и сама Алла Пугачева пригласила его в программу «Рождественские встречи». Концерты были каждый день, по три концерта, то есть по два. Один уже считался выходным, и народу было очень много. В его жизни было все. Слава, миллионы поклонников, полные концертные залы. Но на пике популярности всеми любимый холостяк пропал со сцены. В 2004 году умерла его мама. Он вернулся в родительский дом, и депрессия овладела певцом. Я не уходил со сцены. Никогда. Я не могу без этого. То есть это моя жизнь. Лишь спустя пять лет артист вернулся на большую сцену. Поборов жизненные трудности, он начал записывать хиты и вновь радовать своих фанатов. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Старинная русская пословица, что написано пером, не вырубишь топором. В наше время это звучит так, что выложено в Инстаграм, из него не вырубишь. Смотрим на экран. Вы видите скриншот из Инстаграм-стория с Сергеем. Так вот, три звонка, и вот я, учебное пособие для экзамена. Сергей, каково это быть учебным пособием, скелетом из шкафа биологии? Ну, я считаю, что всегда нужно помогать младшим. Потому что становление – это очень серьезная вещь. И тут надо помочь не ошибиться. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. В 1991 году вы стали победителем первого телевизионного конкурса «Утренняя звезда» на Первом канале. Как вы оказались там? У вас уже было начальное музыкальное образование? Я пытался его получать, пытался два раза получать. Первый раз меня попросили уйти, так как я нарушал все возможные правила. Правильно? Да. Мне было уже неинтересно. Потому что я знал уже все популярные песни на тот момент. И петь песни про «Жили-были три женка» было мне уже как-то не так интересно, скажем так. Если бы я, конечно, знал на тот момент, что надо учить ноты, что от этого очень многое зависит, то я, конечно, бы учил. Но я был таким не очень спокойным ребенком. И поэтому рисовал уже самолеты, танки на обратной стороне нотного листа. Дрался. А сейчас есть сожаление о том, что вы не получили музыкальное образование? Да, есть, есть. Но я с этим борюсь, я с этим как-то справляюсь пока. Потихонечку обучаюсь. И поэтому сейчас уже полегче. Вы до сих пор не знаете ноты? Нет, ну какие-то я знаю, конечно. Ну мы можем сейчас попросить вас спеть ноту соль? О, господи. Соль. А можно на экран нам вывести нотный стан? И прозвучит у нас нота соль. Ну почти, вы справились. Да, угадай, милость. Что для вас в начале карьеры было самым сложным испытанием? Да, сейчас не определишь уже, что было самым сложным. Выйти на сцену, наверное, в большой зал. До этого, ну конечно же, я участвовал в каких-то конкурсах, в пионерском лагере. Вот, выходил на сцену, но там все свои. Вот, а когда ты не знаешь аудиторию, не знаешь этих людей, и вот эти, скажем там, уже те же 500 человек на тебя смотрят, и эти глаза, и ты боишься ошибиться, и боишься, споешь ли ты. Когда я уходил первый раз на сцену, я думал, что я вообще не спою, потому что сердце билось так, что дрожал даже голос. А песня была очень сложная, очень сложная, самая сложная песня из моего репертуара. А какая это песня была? Песня на Тверской. Она была популярна очень. Я знаю, весь первый альбом был популярен. А все ли свои песни вы сочиняли сам? Сам? Тексты? Вы знаете, я очень редко пишу, и мои песни, в общем-то, не вошли в альбом. И пишу я совсем немножко в другом стиле, нежели я исполняю. Вы проснулись, и вы уже популярны. Конечно, это приятно. А обратная сторона популярности есть? Как там, допустим, страдали фанатки, плакали, просились к вам в гости, бегали за вами? Ну, бегали, конечно, то есть как бы и трясли автобусы, и все это случалось на площадках. И там чуть ли не действительно разрывали на сувениры. Все это было. Но вы как-то страдали от этого? Нет, я от этого не страдал. Я был уже уставший, можно сказать, после концерта. И порой, ну, это было, скажем, по три концерта в день мы давали, например. Да, вот работы было очень много, на износ, можно сказать. Один концерт в день это выходной считался. Вот, и поэтому все как-то, вся эта круговерть не особо обращали внимания. Просто работали. Как вы думаете, что нужно уметь студенту, чтобы его взяли вот прямо сейчас на работу? Ой, сложно это, честно говоря. Просто я раньше, да, когда я учился, например, да, я же не сразу пошел на сцену. Вот, мне пришлось поработать наладчиком молочного оборудования на московском Останкинском комбинате. Вот, куда я был распределен после того, как закончилась. Это считалось престижной работой в то время? У нас всякая работа была престижной, даже дворник. Всякая работа почетна. Вообще человек должен работать всегда. Вы бывали на многих интервью, на многих ток-шоу, в различных телецентрах. А сейчас вы в Гитре. Как вы чувствуете себя у нас? Спасибо вам, мы свободны. Мы рады. Хорошо, я чувствую. У вас очень активный профиль в Инстаграме. Ваши подписчики живые. Да. Они подготовили для вас вопросы. С удовольствием. Есть те вопросы, на которые вы еще ответов не давали. На экране вопросы от ваших подписчиков. Давайте раскроем все тайны. Это правда, что в 90-х вывозили деньги с концерта в спортивной сумке, которая с трудом застегивалась. Какого размера она была? Всех интересуют деньги. Ну, ладно, хорошо. Но там же не только деньги лежали. Там были мои личные вещи. Там был мунитофон, который я с собой возил. Это была моя хоккейная сумка. Но денег было много? Денег было достаточно, скажем так. Я их не считал, потому что в профессии артиста деньги – это круговорот такой. Сегодня они есть, завтра их нет, потому что я отдал их на студию, то-то, то-то, снять клип, зарплату музыкантам. Это такой большой круговорот. Какая рабочая обстановка была бы идеальной для вас? О, наверное, все об этом мечтают. Спокойно. Но при моей работе спокойной обстановки не бывает. Это стрессы, это нервы. Работа в коллективе, в творческом. Работа в коллективе. Постоянно все не так, как хотелось, как ты это видишь. Вечно какие-нибудь сюрпризы. У вас была студия звукозаписи. У вас там была идеальная рабочая обстановка? У нас была, да, на студии звукозаписи у нас идеальная обстановка. У нас все профессионалы, все знают, чем они занимаются. Каждая отвечает за свою работу. Можно следующий вопрос? Нужна ли охрана артистам? Расскажите про драку в Ростове-на-Дону, которая случилась в отеле. Так, ну, насчет охраны артистам. Мне она никогда не нужна была. Я умел находить общий язык с людьми, с любыми, в общем-то. Встречаются идиоты. Тут уже иногда жалеешь о том, что охрана... Бывало, что налетали прям на вас? Ну, то, что налетали, нет. То, что драка случилась. Немножко такие подвыбившие, геройствующие, ищущие приключений, скажем так, наши силовики, которые проходили практику в ростовской школе милиции. Там, может быть, институт. Я не знаю, не уточнял точно. Знал, что их много очень поселено в гостинице. Вот. И, ну, я не знаю, может быть, они практиковались. На вас? Да. Нашли, на ком практиковаться. А что там было? Вот. Они просто подошли, значит... Что-то они сказали. Я просто проходил мимо после концерта с курткой. То есть, из номера директора своего. Мы попрощали. Я сказал, что пойду, приму душ, посидим, обсудим концерт. Вот. И я вышел. И вдруг эти господа сказали, что, мол, что тебя, типа, девушка выгнала? Вот. И я, в общем, ну, не обратил внимания. Сделал вид, что не обратил внимания. Пошел дальше. Они меня догнали. Вот. Уронили ключи. Сказали, чтобы я поднял. Немножечко ошиблись. Вот. Так как парень, я, в общем-то, не... Такой, не слабенький был. И занимался спортом достаточно много. Вот. И я сказал, чтобы он сам поднял. Вот. И после чего было предложение выйти один на один. Я согласился. И вы подрались? И мы подрались. Ну, я же не знал, что там, где один, там, трое у них. А на следующий день концерт, наверное? Да. На следующий, через день. И вы с красивым лицом. Был большой график такой в Гастроне. Вот, да. Но на следующий день концерта не случилось. Потому что, ну, просто я не мог выйти на сцену в течение трех дней. Хотя бы. Вот. Потом в очках смог все-таки. Мелькало видео, где Ирина Хакамада и Ксения Собчак танцуют на вашем концерте. Кто еще из знаменитостей ходит на ваши концерты? Понятия не имею. Для меня это тоже было сюрпризом, кстати. Потому что это был концерт-съемка какой-то. Насколько я помню. Была такая дискотека-утопия в кинотеатре. В Москве. Сейчас я не знаю. Он и Пушкин назывался как-то. Ну, при мне он назывался кинотеатр России. После этого это был Пушкинский кинотеатр. Вот. Дискотека-утопия была. Вот. Ну, я не знал, что они там будут просто. Для вас всегда сюрприз. Кто находится в гостях. Просто вышел на сцену и спел. Кто там. Я не смотрю в зал. Понимаете. Я в этот момент сам весь в себе. Песня. Да. Я могу улыбаться, но думать о песне. То есть я в своем образе. Я думаю, о чем я пою. Там, я переживаю там, скажем, все то, что в песне происходит. Вот. То есть доношу это до зрителя. Надеюсь, что подписчики услышали ответ на свои вопросы. А теперь у нас будет очень интересный конкурс. Я предлагаю вам угадать вашу же песню. У нас есть видео, где молодой человек поет вашу песню. Но мы выключаем звук. Вы смотрите на экран. Да. И пытаетесь угадать, что это за песня. Вы готовы? Ну, я попробую. Поехали. А-а-а. Какая? Догадались? Облака корабли. Правильно, это облака? Один-ноль. Вашу пользу. Жених. Жених. Точно? Не обижай жених. Девчонка малолет. Давайте проверим. У нас просто молодого человека очень хорошая дикция. Это хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание на артистизм молодого человека. Мы очень старались. Вот пиджачок-то вы на нее зря накинули. Здесь надо руками больше. Вы догадались? Да. Какая? Песня «Лето». Вы угадали. 3-0 счет. И последняя песня у нас для вас есть. В чужом исполнении. Внимание. Текила. Можно звук, пожалуйста? И когда ты мне шепчешь, тебя я съем, даже если желание одной. У меня есть решение тем проблем. Текила, лимон и соль. 4-0 в пользу Сергея Сергеевича. Аплодисменты нашему молодому человеку. Сейчас у нас будет блиц-опрос. Было или не было? Я вам называю словосочетания, термины, действия. А у вас только два ответа. Было или не было? Готовы? Попробую. Дрались на концерте? Нет. Пели под фанеру? Да. Выходили на сцену пьяным? Один раз. Делали макияж себе? Да. Женились три раза? Три. Было или не было? Нет. Угрозы хейтеров? Так, тихонечко. Подождите. Еще раз. Угрозы хейтеров? Анти-фанатов? Нет. Забывали слова своих песен? Да. Голодали? Да. Приходили на ток-шоу в гитар? Да. Было. Ура. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо, что вы пришли. Я надеюсь, вам очень понравилось с нами. Вам понравился наш интерактив. Мне понравилось. Мы очень старались. Огромное спасибо. Получил удовольствие. Спасибо, что вы пришли. Мы желаем вам только творческих взлетов, мягких посадок. И у нас от института для вас есть подарок. Оба-на. Это фирменная толстовка от нашего вуза. Это я люблю. Институт кино и телевидения «Гитар». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.